Виктор Казарин меняет профессию. Заместитель председателя законодательного собрания Ямала сегодня провел парламентский урок для учеников средней школы «Земля родная», посвященный 85-летию со дня образования Ямала-Ниньского автономного округа. Наш корреспондент Владислав Сельнинов узнал не только об основных вехах истории развития Арктического края, но и о перспективах развития газовой столицы. Ученики старших классов школы «Земля родная» не ожидали, что вместо привычной алгебры или литературы в этот академический час им расскажут историю становления округа в роли педагога, вице-спикер законодательного собрания. Сегодня Виктор Казарин парламентским слушанием предпочел парламентский урок, который посвятил 85-летию Ямала. В феврале 30-го года впервые на Ямал, это лед реки Гыда-Яма, приземлился самолет по два, выполняющий рейс Москва-Абдорск. Вот это только в 30-м году впервые, как будто такая транспортная схема у нас была опробована. На этом уроке в классный журнал не поставят отметки и не дадут задания на дом. Слова о том, что после Великой Отечественной 9-ти ямальцев были удостойны звания Герой Советского Союза, о том, как осваивали новые территории Крайнего Севера, что позволило региону стать экономически крепким и политически стабильным сегодня, осядут в глубинах детской памяти. И уже никто не будет сомневаться, что дело, начатое отцами, будет продолжено. От нас много чего зависит, причем очень важная перспектива на то, чтобы мы развивались, особенно сейчас развивается у нас туризм, это читал недавно, знаю. Я уже привык здесь жить, общается, приехал тут почти где-то в 5 лет и живу, даже нет желания уезжать. Общается, я вот уеду в Тюмень, отучусь, вернусь сюда, буду работать. Я обязательно вернусь в этот город, потому что я считаю своим долгом развивать свой город, потому что я его очень люблю. Перспективы развития города. Я думаю, что главным сейчас направлением является развитие молодежи, чтобы заинтересовать ее, чтобы она сюда возвращалась, также радовала свой город, развивала его. Новый Уренгой, признанная газовая столица, сегодня мощный транспортный узел, настроящийся железнодорожной магистрали Северно-Широтный ход. Ямал становится ближе к Ледовитому океану, это дает импульс развитию полуострова в целом и освоению шельфа Карского моря. Перерабатывающий комплекс, который здесь создается, он становится потребителем услуг всей инфраструктуры. Наши добывающие компании, которые добывают жидкие углеводороды, нефть, они тоже заинтересованы в том, чтобы у нас эта транспортная инфраструктура развилась. И, естественно, они станут потребителями этих схем транспортных, вплоть до выхода на Северный морской путь и поиск потребителей уже в Азиатско-Цихоокеанских регионах. Впрочем, разговор идет не только о крупномасштабных проектах. Заместитель председателя регионального парламента Виктор Казарин обратил внимание на проблемы в системе образования. Завтрашний день зависит от подрастающего поколения, которое обязательно должно работать на благо Ямала. Владислав Сельнинов, Юризенов, Служба новостей, Импульс.